Нам с детства рассказывают про правила поведения на воде, о том, где купаться можно, а где нельзя, что брать с собой на пляж, что надевать, в общем, как обеспечить собственную безопасность. Тем не менее, практически каждый купальный сезон на водоемах гибнут десятки людей разного возраста. Причины из года в год одни и те же. Алкогольное опьянение, купание в неположенных местах, а также излишняя самоуверенность. Недаром народная пословица гласит «Тонет тот, кто умеет плавать». Тем не менее, сотрудники МЧС и ОСВОД продолжают бороться за гражданскую сознательность и проводят ряд профилактических мероприятий. В рамках республиканской акции «Летний патруль» и при помощи активистов БРСМ проводим профилактические мероприятия на водоемах Брещины. К сожалению, в этом году уже погибло 37 человек. Помимо профилактической работы мы также проводим мастер-классы для отдыхающих, а именно, как правильно оказать помощь утопающему, проведение сердечно-легочной реанимации, как правильно провести транспортировку утопающего из воды. У любого человека может возникнуть вопрос, если в этом месте купание запрещено, а люди все равно массово идут сюда плавать. Почему нельзя просто разрешить проводить здесь время, оборудовать всем необходимым и допустить отдыхающих уже на законных основаниях заходить в воду? Ответ прост. Для того, чтобы разрешить именно отдыхающим не только отдыхать в водоем и купаться, водоем должен соответствовать правилам охраны жизни людей, где есть основные термины, требования, которые выдвигать водоемы. Это и пологое дно, и чтобы не было глубин опасных, для того, чтобы это все обустроить. Но если водоем не соответствует, то есть такой водоем не предназначен для купания и не открывается. Но все-таки мы их не игнорируем, а как вы видите, все равно проводим акции, предупреждаем и стараемся, чтобы люди ходили к нам все-таки на пляже. Существует мнение, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и доля правды в этом есть. Соблюдай правила поведения на воде и будешь целый невредим. Тем не менее, никто не исключает банальную судорогу или солнечный удар. Именно для этого официальные пляжи и оборудованы наблюдательными постами. Тогда как дикие непредсказуемы и опасны. Сотрудники спасательных служб всегда готовы прийти на помощь. Но, как показывает практика, если дело касается воды, порой бывает слишком поздно.